Стрельба под водой. Компания DSG Technology и ее кавитирующая пуля. В 2017 году компания DSG Technology из Норвегии представила широкой общественности пули с кавитационным эффектом собственной разработки. Созданный норвежскими инженерами боеприпас позволял уверенно поражать цели как на суше, так и в воде. Это очень важно, если учесть, что стандартные боеприпасы в состоянии пролетят несколько километров, но, попав в воду, не могут продвинуться вперед дальше нескольких метров. Норвежская А7,62 мм пуля, КАФЭКС, лишена данного недостатка. Норвежцы испытали новую кавитирующую пулю. В конце мая 2019 года норвежцы продемонстрировали возможности кавитирующей пули, чтобы на практике доказать ее эффективность. Теперь специалистам компании DSG Technology принадлежит пусть и неофициальный, но рекорд пробития специального баллистического геля или желатина, который пуля успешно пронзила перед тем как поразить цель, в качестве которой на этот раз использовался арбуз. Известно, что новая норвежская А7,62 мм пуля смогла преодолеть 4 метра баллистического желатина. Баллистическим гелем или желатином называют специальные желатиновые материалы, которые созданы для имитации физических свойств ткани человеческого организма. По сути, они заменяют плоть. Данный материал широко используется сегодня при проведении испытаний боеприпасов для стрелкового оружия, а также взрывных устройств и минуты, помогая точно определить их поражающие способности. Представленные еще в 2017 году пули с кавитационным эффектом используют тот же принцип, который реализован в скоростной подводной ракеты торпедии «Шквелл», разработанной еще в конце 1970-х годов в Советском Союзе. Благодаря использованию кавитационного эффекта норвежская пуля в состоянии гораздо эффективнее поражать объекты, расположенные в воде. Чтобы еще раз подтвердить это заявление и продемонстрировать характеристики боеприпаса, специалисты DSG Technology подготовили специальный видеоролик, на котором видно как новая А7,62 мм пуля движется в баллистическом геле. В качестве сравнения на видеозаписи нашлось место и для выстрела обычным натовским патроном калибра 7,62х51 мм. Стандартная для натовского автоматического оружия пуля смогла преодолеть лишь полметра баллистического желатина. В отличие от обычной пули новая норвежская кавитирующая пуля, CAFX, смогла без проблем преодолеть 4 метра баллистического желатина, поразив цель, расположенную в конце дистанции. Важной особенностью является и то, что траектория полета пули, CAFX, осталась неизменной на всем пути до цели. Арбуз, который изображал цель в тоннеле из баллистического геля, пал жертвой нового норвежского кавитирующего боеприпаса, CAFX. Пули для этого боеприпаса производятся из вольфрама и покрыты сверху латунной оболочкой. Подобная схема позволяет использовать новые патроны и со стандартными образцами стрелкового оружия норвежской армии. В компании DSG Technology заверили журналистов в том, что новый боеприпас отличается особенной формой пули, которая позволяет CAFX не рикошетить от водной поверхности даже при небольших углах встречи, образуя вокруг пули своеобразный воздушный пузырь, откуда и появилось еще одно определение новой норвежской пули пуля из пузыря. Образующийся воздушный пузырь позволяет пули перемещаться в водной среде с минимально возможной потерей скорости, а траектория полета пули остается неизменной на всей эффективной дальности стрельбы. Норвежские разработчики озвучили следующее значение эффективной дальности стрельбы для новых кавитирующих боеприпасов. Для патронов калибра 12,7 мм эти значения равны 2260 метрам для воздуха и водной среды соответственно. Пули боеприпасов меньших калибров 5,56 мм и 7,62 мм сохраняют свою эффективность под водой на дистанции 14 и 22 метра соответственно. Кавитирующая пуля И ее особенности Известно, что обыкновенное современное оружие в состоянии вести огонь под водой, но не подходит для этих целей. Этому есть масса объяснений, от того, что оружие использует материалы и принцип работы, не предназначенные для использования в водной среде, до инерциального сопротивления жидкости и значительно большей, чем у воздухоплотности, что не позволяет автоматике быстро перезаряжать оружие. К тому же оружие может просто выйти из строя из-за гидравлических ударов, а сам контакт с водой вредит смазке и может стать причиной появления ржавчины. Современные пистолеты и автоматы попросту не предназначены для использования в столь суровых условиях. Это же справедливо и для пуль, которые практически моментально теряют свою убойную силу, становясь просто бесполезными. На этом фоне показателен фильм «Спасти рядового Райана», в котором Спилберг пошел на нарушение всех принципов и законов физики в угоду эффектным кадрам. При отражении высадки на участке Амаха немецкие пулеметчики эффективно убивают американских солдат и под водой, хотя обычные пули не просто могут рикошетить от водной поверхности, но и практически моментально теряют убойную силу, изменяя траекторию. Такое поведение обычных боеприпасов в воде легко объясняется их аэродинамической формой, которая делает траекторию движения пули под водой практически непредсказуемой. 7,62 мм патрон. Кафекс. Жизнь, как известно, не кинематограф, поэтому во многих странах для подводной стрельбы создаются специальные образцы вооружения и специальные боеприпасы. Инженеры норвежской компании DSG Technology Обратились к созданию специальных пуль. Новый боеприпас получил обозначение Кафекс. Кавитирующие норвежские патроны отличаются конической формой, в отличие от ставшей классикой оживальной формы. Кончик пули. Кафекс. Специально выполнен утолщенным. После попадания пули в воду он берет на себя роль кавитатора, создавая вокруг пули так называемую кавитационную полость, которая и позволяет поражать цели под водой на расстоянии, о котором обычные пули даже не могут мечтать. Кавитирующие боеприпасы. Кафекс. Обеспечивают пули сохранение кинетической энергии под водой, при этом они не сильно длиннее обычных пуль тех же калибров. Норвежцы уже представили линейку боеприпасов. Кафекс. В трех основных калибрах стрелкового оружия – 5,56, 7,62 и 12,7 мм. При этом кавитирующий эффект может быть реализован и в боеприпасах больших калибров, вплоть до артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Другое дело, что способы применения подобных снарядов и целесообразностей использования на практике вызывают массу вопросов. Пока что непонятно даже с каким оружием будут использоваться новые норвежские патроны. Кафекс. Так как обычное оружие без внесения изменений в конструкцию не подходит для использования под водой. Хотя никто не запрещает норвежцам использовать такие пули для ведения огня по подводным объектам суши, к примеру, для борьбы с подводными пловцами и диверсантами. 7,62 мм пуля. Кафекс. Российские кавитирующие боеприпасы. Естественно, собственные боеприпасы для подводной стрельбы есть и в России. Известным образцом специально созданного в нашей стране стрелкового оружия является двухсредний автомат ТАЦ. Этот стрелково-гранатометный комплекс можно по праву отнести к выдающимся образцам отечественной оружейной школы. Принятый на вооружение в 2013 году автомат, построенный с использованием современной и востребованной компоновочной схемы Bullpup, одинаково эффективен против противников на суше и под водой. Специально для стрельбы в воде для автомата АЦ создали патроны ПСП и ПСПУД в стандартном для российского автоматического стрелкового оружия калибре 5,45Х 39 мм. Боевым является патрон ПСП, он снаряжается пулей, которая, как и в норвежском патроне, КАФЭКС, выполнена из вольфрамового сплава. Учебно-боевой патрон ПСПУД снаряжается бронзовой пулей. Ковитирующие боеприпасы специально создавались для использования вместе с двухсредним автоматом АЦ и доказали свою эффективность при стрельбе под водой. Боевой патрон отличается наличием специальной вольфрамовой пули массой 16 граммов, стандартной стальной гильзы калибра 5,45Х 39 мм и заряда пороха. В российской печати можно было найти информацию о том, что пули патрона ПСП сохраняют свою убойную силу на дистанции до 25 метров при стрельбе на глубине 5 метров. При этом энергия вольфрамовой пули, выпущенной по цели на указанной глубине, через 20 метров составляет 167G. Патроны для АЦ. На самом деле секрет в использовании специального пороха и необычной пули. Уже по ее весу понятно, что перед нами необычный боеприпас. Пуля ПСП по форме напоминает иглу, большая часть которой утоплена в гильзы. Длина пули 53 мм, но за счет того, что большая часть пули скрыта в гильзе с порохом, разработчикам удалось уложиться в размеры стандартного российского патрона 5,45Х 39 мм. Еще одной важной особенностью является наличие на кончике пули ПСП специальной плоской площадки. При введении огня под водой такая площадка необходима для создания кавитационной полости вокруг пули, именно она позволяет эффективно поражать цели, отделенные от стрелка 25 метрами воды. Стоит отметить, что учебно-боевой патрон ПСПУ также отличается хорошими характеристиками, его пуля выполнена из бронзы, но позволяет при необходимости поражать объекты под водой, находящиеся на удалении до 10 метров от стрелка.